Сейчас попробуем провести прямой эфир, конечно. Вы супер, спасибо, вы тоже ничего, наверное. Спасибо большое, кто пишет мне, что я терпеливая. Для детей у меня действительно есть терпение, но никогда не капризничают продолжительное время. Нервные клетки как бы сразу не восстанавливаются. Кто-то писал мне про то, чем я отстирываю вещи. Я их не отстирываю. Но я знаю, что тетя меня отстирывает лимонной кислотой. Также я, ну если мои вещи нужно постирать, я их карандашиком от петен стираю. Короче, дело к ночи. У Оливии восстанавливается режим. Но сегодня она поспала всего лишь полчаса, потому что ее разбудили соседи. Оливия раньше сама засыпала. Оливия прекрасно играет с наушниками, с коробочкой. Вот. Я забыла, что я только что говорила. Короче, хочу ее приучить заново спать самой. Начиталась, насмотрелась Комаровского. В принципе, я все знала. Ну, короче, и Оливия у меня же засыпала сама. Потом в один прекрасный момент я перестала что-то делать, какие-то вечерние ритуалы. И вот. Я за то, чтобы ребенок жил по режиму. Я надеюсь, меня сейчас смотрят мамочки туда. И я не просто так это говорю. Оливия прекрасна, да? Думаю, сейчас еще ее часиков в шесть, в полшестого попробовать еще положить. Потому что она не выспалась. Я напланировала кучу делов. Я не знаю, как это все совместить. У меня куча дел, куча эмоций. Думаю попробовать посмотреть на нянь. Ну, а? Будь здорова. Будь здорова. Но что-то я пока безуспешно. Привет. Провально. Режим хорошо. Мамочки смотрят. Это классно. Все правильно, да. Просто мне самой иногда тяжело жить по режиму. Я не люблю это. Но, видимо, придется. Все-таки по режиму жить будет легче. Наверное. Вот. Что-то я хотела еще вам сказать. Вы такие с дочинешечки. Спасибо вам большое. На самом деле, когда пишут про то, что я терпеливая. Это классно. Почему вы не разрешаете детям пить? Ну, пробовать пить самим или есть самим из ложечки. Мне кажется, это классно смотреть на ребенка. Потому что ему самому это все интересно. Оливия на окне. Блокиратор на замке. Блокиратор. Защитный. Если что. Кстати, в наушнике нормально слышно? Есть еще, кстати, два лагеря. Короче, первый лагерь. Это вот наши мамочки, скорее всего. И все остальные. Ну, как бы, такие старые закалки, так скажем. Короче, кто говорит, что ребенок должен ходить в босоножках, когда начинает ходить. Потому что Оливия, вот она уже ходит, она уже мало ползает. Другие говорят, что ребенка нужно держать без босоножек, потому что, типа, пальчиками он начинает цепляться. Бокал непроливайка не нравится. Почему не нравится? Нравится. Нравится, но... Почему вы не попробуете с кружки? Да, да, да. Да, да, да. Я еще нашла одну кружку непроливайка. Вот. Мне очень понравилось. Думаю, тоже Оливки заказать. Она как кружка. Ну, короче, без верхней вот этой штучки. Окно это любимое вообще, мне кажется, место у Оливии. Вот, может, офис. Какие ритуалы для сна есть? Смотрите, ну, если соблюдать по-правильному, как это Комаровский советует, нужно соблюдать режим сна-гуляния. Ну, то есть, в одно и то же время стараться укладывать. Часов в 6-7 нужно впроголодь, покормить ребенка. То есть, чтобы он наелся, но не совсем, чтобы он еще остался чуть-чуть голодный. Потом с ним погулять, ну, поиграть, погулять часиков в 9. Если это подходит к вашему режиму, он еще говорит такие вещи, что очень полезно, например, чтобы оба родители участвовали в вечерних ритуалах, чтобы ребенок видел обоих родителей, да, чтобы папа там не приходил в 11 вечера там и не видел ребенка совсем. Вот. Короче, ну, у меня устроил тот вариант, что Оливия будет засыпать к 11 вечера в 11, чтобы она уже спала. И вот для этого нужно в 6-7 часов покормить впроголодь, поиграться, прогуляться, часов в 9-9.30 покупать ребенка, сделать перед этим гимнастику. А еще перед этим нужно, чтобы в комнате было прохладно, там 18-20 градусов, чтобы после ванны было прохладно. Майка, давай вот я тебе вот здесь открою, жалюзи. Вот, иди смотри сюда. Видишь, как мой мальчик, жух, жух. Вот, пожалуйста, иди сюда, смотри, они там. Иди сюда. Смотри, а ты посмотри, отсюда-то такой вид открывается. Ой, вообще шикарно. Да. Так вот. И, короче, после купания уже вот вы привели в холодную комнату проветренную, одеть ребеночка, покормить до сыта и уложить спать. Я вчера пробовала укладывать. Короче, 10 раз я выходила из комнаты, она сразу же начинала орать. Короче, если ребенок кричит, ну, прям кричит, то к нему нужно подойти еще раз, сказать, ну, быть уверенной, терпеливой. Ну, подойти еще раз, сказать, типа, ложись спать, спокойной ночи. Там игрушка какая-то, ну, возможно, в кроватке, ночничок, свет небольшой. Вот. Ложись спать и уйти из комнаты, как бы. Я вчера раз 10 так делала, у меня не получилось. Но потом я сделала с раза пятого. Как бы если ребенок хныкает, то они, ну, к нему не надо подходить, что он, типа, хныкает и перестанет хныкать. Короче, вот. Потом с пятого раза она уснула, когда я была на кровати. Но все-таки я буду стремиться к тому, чтобы выходить из комнаты, чтобы она сама засыпала. Вот. Так. А моя после... Ну, колыбельную спеть, да, колыбельную там спеть, ну, что-то там, почитать книжку, да. Но чтобы она не засыпала, чтобы она сам, ну, ребенок сам засыпал. Ну, то, что она полная желудок. Ну, ну, да, получается так. Ну, как покормить, потом спеть песенку, но никаких гаджетов, никакого телевизора, чтобы на ночь не было никаких эмоций, например, не играть с ребенком, ничего, чтобы, наоборот, был приглушенный свет, чтобы вот это все... Кто-то мне сердечки ставил. Жесткий метод. Но на самом деле, вот если с ванны выйти, да, вот я, ну, как бы всегда судить по себе, типа, надо. Или не надо. Что, типа, вот, прохладный, голодный, и вот когда поесть, и в теплую кроватку, хочется, знаете, лечь ее, да, согреваться, лежать сытый такой. Вот. Тогда и после этого ребенок 5-6 часов, он проспит намного дольше. То есть 5-6 часов будет спать крепко. Вот. Потом может проснуться поесть. Ну, это что касается годовалых детей. Вот. Но дети в год, они уже не должны просыпаться там по 3-4 раза. Оливия, ну, ну, нет, не просыпается. Только когда... Ну, бывает. Но не как-то. Вот. Когда я с ней, может, недостаточно погуляла, поиграла. Ну, хоть ты одна справляешься без мужа. Пипец. Ну, так... Ну, знаете, иногда, когда Оливия капризничает, думаю, господи, я не справляюсь. Помогите мне, пожалуйста, кто-нибудь. Заберите Оливию. Вообще. Я устала, я не могу. Вот. Но никто не сделает это за меня. Армения. И вам тоже привет. Нам полтора года, и я укачиваю на руках. Если не укачат, то очень тяжело засыпает. Так, на руках 10 минут спит. Ну, да, ну, понимаете, вам удобно вот укачать. Я не хочу, чтобы она приукала к укачиванию. Я раньше была такой еще, короче, ну, чтобы погладить там по ножке, по спинке, чтобы так ребенок засыпал рядом. Но сейчас хочу, чтобы и без этого она засыпала. Если вам удобно укачивать, ну, укачивайте. Мне, как бы, это не очень. Хотя, в последнее время я ее качала до вчерашнего дня. Ну, просто когда, если научить ребенка спать, засыпать самому, это, мне кажется, потом будет проще всем. А дети могут спать отдельно и засыпать самостоятельно уже с 9-месячного возраста. Ну, голосочек этот, Оливкин, да, да. Коко. Коко. Идет к нам. Да. Я тоже всегда укачивалась. Сейчас сама после колыбельной засыпает. Ну, вот, я думала, что это тоже, ну, как бы, правильно, что когда колыбельная там поешься, считаешь, что ребенок засыпает. Но это нифига не легче, как бы, в смысле. Но колыбельную нужно спеть. Я уже, он тут помню, когда она капризничала позавчера, вот, все вечером уже, она уже все песни перепела, уже на руках качала, не знала, зайка нет, маме нужен наушничек. В каких магазинах покупаешь одежду для дочки, значит, магазины, дочки, сынки, пока что. Была бы возможность ездить в город, я бы покупала в других магазинах. Но пока. помаши ручкой. Привет! Помашешь ручкой? Мама, говори давай. Привет из Грузии. Грузия, Армения, они что-то себе на какие места подсмотрят, да? А зубки не беспокоят? Они у нас более-менее проходят, иногда температура поднимается. Вот сейчас, не знаю, лезут, не лезут. Зайка, не надо. Нет? Нет. Да, какая лапушка, красавица. У меня, да, одна комната. Ах, какая лапочка, да. Да, маме давай прическу сделать, да? Маме делаешь, давай. Ой, молодец, какая. Кстати, мамочки, если вы здесь могли бы ответить плюсиком на комментарии. Мамочки, которые только в декрете. Счастья вам, спасибо. Как добираешься до Питера? Я сказала, вы спрести, или туда на машине с кем-то? У меня же нет машины. Почему купила одну комнату, а не две? Мне кажется, это глупо вопросом. Почему? Жариков где-то? Ольга Жарикова. В смысле, да? Я здесь. Никита, привет. Раз, два, три, четыре. Короче, мамочки, я смотрю, вы здесь все в декрете, да? Отлично. Отлично, прекрасно. Я знаю, чем вам заняться. Да? Мы с Оливой знаем, чем вам заняться. Да. Оля, вы очень красивая. Спасибо. Ты тоже ничего. Не, что ты делаешь, что ли? Ты классно, а мама-то не слышит. А почему? Глупый вопрос, что в этом вопросе не так. Одна комната была бы для тебя, другая для Оливки. Ну, классно, конечно, была бы одна для меня, ну, просто разницы, наверное, в цене была. Одна комната и лежит. Оль, ты о работе в Инстаграме? Да, я о работе в Инстаграме, говорю. Может? Она всегда смеется от моего взгляда. Не знаю, что в нем такого. Так делать нельзя. Все. Ой, маме больно. Оливка не будет мне мешать. Я весело, походу. Так. Так, чем нас хотите занять? Давайте я подготовлюсь получше, когда Оливка не будет мне мешать. Я вам все расскажу. Я думаю, я выложила это в сториз. Если не секрет, сколько? За сколько покупали эту квартиру? 2,200 покупали? Ты маме мешаешь вообще разговаривать. Нельзя так делать. Нельзя. Новая колпина. 2,200. Сейчас она в два раза дороже. Хорошо. Так. Какая хулиганка, да? Хулиганка? Зубасик. Вот вроде у нее еще одни зубки лезут. У нас уже 8 зубов. Ой, ну вот пока остановилась. Метраж 30... 34 или 36 метров. А нет, не в рассрочку. Зуба. Папа помогает. Слушайте, ну 10 тысяч перед Новым годом перевел, а до этого 2 месяца не помогал. Вот. В этом месяце 5 тысяч перевел, и пока все. Нет, не в ипотеку. Оль, тебе повезло, с ценой или на тот момент скидка была, ремонт дорого вышел. У нас была здесь отделка. На тот момент 2,200. Но это не старт самый продаж, потому что на старте продаж они стоили еще дешевле. Были около... Несколько там... Лям 600... Нет, лям 600. Это первая очередь. Лям 800 у нас знакомые взяли. Вот. Ремонт... Ну, полы... Меняли. Ну, хотя здесь ламинат хороший, его можно было не менять. Как будто я в комнате оставила. Он прекрасный. Ну, мне захотелось плитку. Вот такие дела. Что вам еще рассказать? Почему разошлись? Потому что он врал очень много. Все мы всегда изменяли, наверное. Но морально это было всегда. И руку поднимал. Вот. Ну, все, что делается, все к лучшему. А вот. Короче, дело к ночи. Время без 25. Кто-нибудь пользуется услугами няни вообще? Красивая. Спасибо. Ваш рост и вес 171. Что-то мне тут на голове вешу 50. Ну, 51, может быть. С вашего позволения я расчешу свою шикарную прическу, свои шикарные волосы. На дом 2? Нет, не хочу. Вот так я делаю пробор. Что еще хочешь доделать в квартире? Вы, слушайте, доделок очень много. Но на этой неделе кое-что здесь будет доделываться. Угадайте, что? 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 Ну, давайте. Давайте. Вы же следите за мной. Вы же должны знать, что мне необходимо. До беременности был такой же вес. Я встала на учет в 50 килограммах. Вот. Волосы мои, конечно, мои. кухня. Кухня, да, кухня. Ну, ты знала, ты знала, Катя. Согласилась бы за 1 миллион опять короткой коры. Конечно, согласилась. Дайте мне миллион. Хоть, но на лосо нет, коры бы сделала. кухня. Мне кажется, надо было немножечко пополнее. Вам, мне кажется, так и было. А я могу сказать. Вот она. Да, короче, в субботу приеду устанавливать столешницу. И столешница у меня уже есть. И у меня будет ванна без раковины, в которой я буду мыть посуду. Я буду в кухне мыть посуду. Господи, как я этого жду, вы не поверите. Как я устала мыть в раковине, Ваня. Это ходить туда-сюда, туда-сюда постоянно. Ну, это хорошо, что посуда, конечно, не коротится. Очень красиво. Спасибо. Да, пойдем. Пожди. Да-да, пойдем. Вот, теперь мой офис здесь. Ты очень красивый, спасибо. Ты уже сказала, Оливия решила заняться тяжелой атлетикой. молодец. молодец. Давай-давай, Татьяна. господи, а ты знали, как у меня шея болит? Не знаю, простудила или что. Не знаю, чем мазать можно, чем нельзя, чем можно. В комнате подсветка, ну, короче, она за телевизором, она должна идти по периметру. А, на улице минус 7. Ох, ну, холодно, но не очень. Мы гуляли, но еще вечерком пойдем. Пусть поговорит сладко. А, почему не подошли моменты? потому что я в четверг, завтра, среда, в четверг я иду с заявлением, заявление о решении суда, что нас развели. Потом с этим заявлением я иду в ЗАГС, где мне поставят печать о том, что я разведена и дадут расторжение брака. Вот. И если он продолжит так мало помогать, то подам элементы. Если будет помогать, то не подам. Немалечко я желаю тебя встретить какого-то там мужчину. Знаете, мне кажется, что я вас встретила. Занимаетесь сообщением, сообщение заезжает. Я не вижу, что вы пишете. продлевала детские пособия после года оливки. Нет, что их надо продлевать. Там же до полутора лет идет и до трех лет. Я сразу же до трех делала. А Кирина тебе кто? Просто нечаянно зашла к ней и у нее в сторис ты была у нее на дне рождения у нее дочки. Ее дочки я тетя, так скажем. Короче, мой брат это ее муж. А дай телефон Оливии нет. Ей телефон нельзя по нескольким причинам. Первая причина то, что у нее зрение, короче, дальнозоркость на грани нормы. Второе, я как бы хочу тринадцатый айфон, но у меня пока и двенадцатого хватает. Надо продлевать в год просто серьезно. Это что же надо делать с разным таком дайте отлично расскажи хоть пару что-то напишите еще раз, я не вижу пару слов наверное, да, про достойного мужчин, слушайте, это действительно достойный мужчина прекрасный, мне кажется, я не встречала лучших мужчин, он меня делает счастливый с самого первого знака внимания. Надо в год, надо в два и в три года продлевать. А, вот оно что. У меня есть родной брат, есть двоюродный брат, сейчас я говорила о двоюродном. Да не надо это автоматом в год продлевать, в два. Ну вот я тоже думала, что автоматом мне потому что не говорили, что нужно продлевать. Как в три если... Так, что тут, я не понимаю, я не успеваю прочитать. Дочь не спит, вон она играется. Привет, Оля, у тебя есть парень? Ну... Хе. Ну, мужчина есть, да. Путинский в год в его роде надо продлевать и в два потом. Так надо или не надо, вы мне уже определитесь. Что-то там мама. Я не вижу, что-то там мама. Есть. Да, есть. Раскрыли меня, раскрыли, но... у меня молитвка сколько спит. Она спит один раз, но сегодня я ее положу второй раз, потому что она полчаса всего поспала. Ну, постарайтесь положить второй раз, иначе в год в год автоматом мне приходило, а в два надо. Приду на завтра был автоматом в пандемии. Лучше узнать, где вы оформляли. Вечерами чем занимаешься? Гуляю с Оливией, играю, купаю, ложу спать. Перед этим готовлю покушать возможно. Скажите, пожалуйста, Оливия ест еще смесь. Я вместо смеси ей даю молоко с водой ночью. Такая ты милашка, спасибо. До двух с половиной автоматом падают детские. Вот. Он откуда? Он недалеко здесь живет. Хорошо, что ушла от бюзера. Да, да, да. Но, знаете, я на самом деле работала еще с психологом, потому что живя с абьюзером, волей и поневоле вы становитесь сами абьюзерами. То бишь, я была абьюзером, но это были независимые отношения, я пыталась проработать некоторые качества над собой. Я надеюсь, что у меня это не будет всплывать. Вот. Надеюсь. дочь уже ходит смотреть. Да, она ходит и уже очень мало полосит, и мне уже так грустненько становится, чтобы взрослеет. Ну, конечно, и хорошо, и радостно, и одновременно грустно. И тусить успеваю, и работать успеваю, и тусить успеваю, и с ребенком успеваю. Понимаете, какая я вообще уникальная. Девочки, что там тебе скучно? Нет, мне не скучно, у меня на самом деле, Крис, очень много эмоций, вообще-то вам позвоню, поделюсь, расскажу. Мы сейчас ресепшн ели заперли, стоит на лестничной площадке. И ресепшн ели заперли, крисенты там трезвые. Я не понимаю, что у вас, ключи, что ли, остались, дверь захлопнулась, или что? У меня зрение да плохое, сегодня линги не надела. Оливия что? А сколько, наверное, вы спрашиваете, да? Сколько пьет молоко Оливия? Она пьет, ну, за ночь она 0,3 выпивает. Она просыпается вот где-то в 5 утра и выпивает. Почему такая уставшая или не уставшая? Я, наоборот, полна силы, энергии, просто у меня верх болит, у меня руки болят. и шея болит. Привет, из Белоруссии. Олька, обожаю вас с Оливкой. Спасибо большое. Сохрани, пожалуйста, эфир. У меня брови перманент, но он перманент дал, короче, графитовый цвет, а я не люблю графитовые, поэтому я их подкрашу коричневой краской. Вот, Олежка, здравствуйте, хотели бы переехать в другой город, нравится ли вам погода? Ну, конечно, я бы хотела жить где-нибудь поюжнее. Но погода, я уже всю жизнь здесь живу практически, поэтому привыкла. бывает ли выгорание? Бывает, конечно, бывает, бывает, мне кажется, у каждого человека. Знаете, еще хотелось, мне даже хотелось отдохнуть от блога, но когда я в Новый год, я думала, я не буду ничего выкладывать, ну, праздники все-таки, но в итоге я выкладываю каждый день в сторис и пытаюсь хоть что-то как-то следить за этим. Кипяченое молоко, вот знаете, даже я вот сейчас разленилась и перестала его кипятить, но думаю, что мы это, мы еще будем кушать смеську вместо молока, потому что оно полезнее. Красивое. Спасибо. Где Оливия? Не видно ее, но сидит и играется. Видите, какой хороший ребенок. Сама сидит и играет. Маме работать не мешает. Блин, меня не вижу. Что-то там удалило или что-то сообщение на сообщение залезло. Короче, когда присоединяется кто-то, они перебивают. Навещают ли отец Оливию? Ну, нет. Даже Новый год он не смог подняться. Ну, ладно. Конечно, надо прорабатывать психику после обижив, а то будет все циклично. Да-да-да, я с вами полностью согласна. Вот и у меня девочка психолог. В общем, мне кажется, она мне два раза в жизни так прям очень хорошо помогла. Первое, это когда я уходила из отношений созависимых. И второе, перед Новым годом, я когда прорабатывала свои качества, я уже, знаете, отпустила ситуацию, что я буду заниматься собой, буду стараться для себя и для Оливки. и уже отпустила там, да, то, что я буду одна, там, вот это все, ну, и какая-то новогодняя ночь произошла, произошло чудо в Новый год. А я вас обожаю, вот такие классные, спасибо. 171 мой рост, вес 51. 50-51. Общаешься с кем-то 1-2, да, бывает. Что-то там набрав, не вижу. Было ли хоть что-то хорошее в ваших отношениях? Вы всегда говорите, что была жесть. Слушайте, ну да, было, конечно, и хорошее, вот, например, вот это маленькое чудо, хотя я не люблю называть ребенка чудом, но это чудо, но я благодарна ему за это. Хорошие моменты были, но их было намного меньше, что плохое всегда затмевало, вот, потому что было плохое, а потом, знаете, задаривание подарками, ну так себе. Расскажи про свой рацион. Завтрак, обед, ужин. Завтракаю каша, омлет, яичница, макароны с сосисками, что-нибудь типа такого. Ну, не пью чай или кофе или морс, или ацидобифелин, короче, смотрю, что мне хочется. Обед либо первое, либо второе. И чай с печеньками, например, на ужин. Могу выпить ацидобифелин с вкусненькими чем-нибудь, с печенюшками, например. И фрукты. Вот, вчера было три мандарина. планируешь вернуться? Так, никуда я не планирую вернуться. Вот, что хочешь еще обустроить в квартире? Слушайте, но по-хорошему вот мне нужно вот сюда еще вот Ку-ку, Оливия, ты где? Короче, вот эту подсветку, которая с стилизером, она должна идти вот так по периметру. Она разноцветная, вот. Она должна вот так вот идти здесь. Сюда хочу шторку Blackout, ну, чтобы она была белого цвета. Ну, сюда, ладно, еще Оливка, еще подумаю, что нужно. Короче, сюда шкаф, сюда. Это двери хочу белые на магните. Этот оставлю. Хочу коврик сюда еще. Затем, ну, ванну я пока не буду делать, это точно, потому что а тут на самом деле хочу все по-другому сделать. Я здесь, иди со мной, что ты плачешь? Аккуратно, вставай, ничего страшного. Я здесь, давай. Короче, туалет, сюда, машинку, сюда. Ну, будет, не доспала, теперь капризу линчить. Нет, на ручки не буду брать. Нет. Я не буду тебя на ручки брать. То есть, когда я на полу сидела, было все нормально. Вот, нашло занятие. Машинку, короче, сюда, туалет сюда, и здесь сделать такой, как, ну, полностью, короче, такой, как столик. И здесь зеркало, вот так вот, чик. Ну, остальное все плитка. Вот здесь хотелось бы такой, как шкафчик полностью сделать, чтобы там и полотенца, хостовары, все вот это хранилось, короче. Вот. Здесь хочется, вот это вот хочется, конечно, очень. Во-первых, обои надо здесь поклеить. Сделать здесь гардеробную, зеркальную. Дверь поменять на обычную. Вот это зеркало повесить, поставить пуфичек. Ну, вот это, не знаю, нужно быть, не нужно. Я думаю, что нет, коврики хочу. Вот, по кухне. Это я вам экскурсию тут провожу, короче. Ну, вот, вот смотрите, какая, смотрите, покажу вам. Ладно. Вот такого цвета у меня будет. Мяу! Иди ко мне! Иди ко мне! Иди, иди! Вот, все швыряет. Вот это да, вот. Иди. Ну, вставай. Так, сколько, время 5? На, фруктульку будешь? Давай, фруктульку. Я помню, как я радовалась, когда она начала. Сейчас, секундочку. Есть фруктульки. Сама, потому что она ела только с ложечки. и так. Такая квартира маленькая, ну, да, небольшая. Короче, она черная, но не полностью черная. Ну, с этой стороны полностью. Короче, ладно, потом посмотрите, ничего не видно. Хотелось бы вот эту стену сделать, снять обои и сделать декоративную штукатурку, короче, от темно-серого к белому. Ну, полочки, там фотографии, свечечки, все дела. Диванчик черный хочется поменять тюль, потому что эта тюль, она со мной уже везде ездит. Я за два года выжила в шести местах, наверное, и вот она со мной везде катается. Хочется белую тюль, шторы, чтобы не быть... Ой. Чтобы соседи, мои любимые, которые пишут и скидывают мне фотографии в директ, они меня не видели. Вот. Ну, короче, эта столешница, она будет вот досюда, вот эта вся приблуда уберется. Когда-нибудь, может быть, здесь будет посудомойка. Ну, короче, будет получше здесь все уже на этой неделе. Кухня, наконец-то, делается. Стульчики поменять, черный стол хотела лаковый, но, не знаю, уже привыкла к этому. Ну, короче, как-то так. А здесь дверь, ну, короче, там просто белые двери, а вот эту дверь прозрачную, ну, с беленькими вот решеточкой такой, понимаете. Вот. Какая коварплата за квартиру, слушайте, ну, вместе со светом, с электричеством 50, ой, господи, 4 тысячи уходит. Ну, 500 рублей свет примерно и 3,5 вода и тому подобное. Мало помогает, видите, конечно. Апасторис большая оказалась. Ну, нет. Не, ну, слушайте, ванна большая, просто у меня еще про включена камера. Ванна на самом деле большая, ну, по сравнению с хрущевкой, где я раньше жила, знаете, это просто была раковина и ванна, и все. А тут, ну, как бы, есть идея разгуляции. И так же и кухня, как бы, она достаточно большая, ну, по моим меркам. Конечно же, есть больше. 34 или 36. Что-то там купили? Олечка, как на личном? Есть что-то там? Есть мужчина? встречаешься. Помните, кто 30-го оливка же заболела? И под Новый год, а, ну да, 30-го, короче, 39,8 температура. Вот, короче, вот этот прекрасный мужчина привез сначала оливки, лекарства, потом 31-го, у меня было очень плохое настроение, я не хотела праздновать Новый год, я думала, я проведу его в горизонтальном положении рядом с оливкой. Но, я, короче, выставила мусор за дверь, сидела, грустила, а этот прекрасный мужчина написал мне сообщение, что, типа, сейчас новогоднее чудо там произошло, и мусор превратился в подарок. Ну, вот я заглянула, там подарочек за сон, и с этого все началось. Мое счастье, вместе с подарочками было, были салатики, три салатика, да. Я поняла, что, думаю, надо все-таки отпраздновать Новый год, как бы, вы одной, и с оливкой, но ничего страшного. Так, счастье тебе, ты хорошая девушка, спасибо. Поступки, я попозже расскажу, это прям для меня некоторые вещи прям поступки-поступки. Пока рано рассказывать. Что-то там болели, не вижу, что вы написали. ты, Оливия, а я мама. Мама, мама, баба и деда, говори, да? А, это салатики от него, так приятно, да. А потом, это мы еще с ним не виделись. У меня зрение плохое и без линз сегодня. Все началось, да, все началось с заботы. Да, это моя и мамина квартира. А бывшему не дают деньги. В прошлом месяце 10 тысяч, в этом месяце 5. Да, не давала. Мало. 8 зубков у Оливии. Нет. Ну, зайка, видишь, она падает, не надо. Она и как еле стоит. Ну, мицеллярку вот так выкинуть. Ну, я помню, я захожу, она мицеллярка другой, моет пол, я так говорю, ну, прекрасно. не надо за это нажимать, ничего. Красивый год. Мы еще, с ним на Оливии встречались. Потом только Оливке полегче стало, но мы с ним увиделись. почему у вас так темно. Это фильтр такой. Я и так боюсь вас находить. Сейчас, секундочку, что-то, мне кажется, тут мне просто показалось. сейчас. Сейчас моя доченька тоже Оля зовут. Прекрасное имя, прекрасное. Сколько Оливии? Оливии 1 и 1. Скоро будет 1 и 2. Уберите фильтр, вы и так потрясающие девчонки. Спасибо. Но давайте не сегодня, потому что я вообще без макияжа и как бы тут нецемненный фильтр. Так вот. Да. Если она откроет мицеллярку, мы откроем, что она не пить и на жуку. Но она не открывает особо. Она так балует все. Смотри, чтобы не выпила мицеллярку. Ну, хорошо. Хорошо. Буду вот с этим только и смотреть. Нет, это нельзя. Кстати, вот вегантов взяли попробовать наконец-то, потому что папа Оливии не так и купил. Да, мама купила. Баночку вот на себе. Вот мы пили Аквадетрим, у нас на него аллергия. А сейчас вегантол. Нет, тебе это не дам. Для лица умывалку. Короче, мне девочка подарила эту умывалку. Миксит с щеточкой вообще классная. Мне понравилась умывалка. Крем у меня один закончился с геолонкой классный. Пользуюсь автозагаром. Вот. Сколько уже зубов? Восемь. Восемь зубов. лезут еще. Почаще в прямом эфире, слушайте, но не получается почаще, потому что я такой человек, я напридумываю себе кучу дел, потом пытаюсь разгребти. Что хочешь, у кого-то сделать. Слушайте, я бы свой лоб заколола, честно, потому что все-таки юность моя проходит. Лоб вокруг глаз сделаю по-себе. Мне нравится. Знаете, я уже пользуюсь, не знаю, много лет, я первый раз попробовала лет 12, ну, короче, в 14 лет я попробовала, 13 лет назад. Вот. И мне с тех пор он нравится. Но я какое-то время им не пользовалась, а потом недавно у тети его увидела, и так я думаю, о, блин, точно, это же крутой автозагар. Он не оставляет как бы и пятен, и разводов, он такой легкий, он идет как лосьон с автозагаром. А те автозагары, которые у меня я пробовала, другие, они оставляют, ну, знаете, пятна, разводы, всякая история. Тяжело быть мамой? Иногда кажется, что очень тяжело, иногда кажется, что нет, как бы, ну, нет, я бы готова была. Но иногда, знаете, вот, период, когда я болела ковидом, это был, мне кажется, самый жесткий вообще период. Первые полгода, и вот я заболела ковидом, это было самое сложное, вообще. Как ухаживаешь, захочешь, чисто кожей, без черных точек, вообще, ну, слушайте, у меня есть, как бы, все равно нет у меня опоры, надо почистить, будет у косметолога, не вреден, не вреден, что-то там не вреден, если вы про автозагар, то он не вреден, но тем автозагаром, которым я пользуюсь, он вообще для тела, я могу лицо, как бы, не очень правильно, но мне так нравится. Хотели бы второго, и когда, да, хотела бы, конечно, я люблю детей, и хочу еще, потому что это прекрасно, но я хочу счастливую беременность, хочу, чтобы с меня пылинки сбывали во время этого, когда, не знаю, знаете, разница между, ну, короче, 2 и 4, промежуток с 2 до 4 лет, вообще-то, самый такой, ревнивый возраст у детей, вот, поэтому, не знаю, как будет, так и будет, что загадывать, перманент бровей, или свои перманенты, я еще и окрашиваю позу, если не айфон, то что? Нет, айфон, если не айфон, то Apple Watch, знакомый, планшет Apple, знакомилась ли когда-нибудь сама с мужчиной? Ну, я думаю, да, наверное, возможно, но не помню, ну, нет, наверное, я делала так, чтобы со мной познакомились все-таки, ну, как-нибудь, я, нет, не замужем, в разводе, как бы назвала мальчика? не знаю, такие вопросы, это интересно, как бы, слушайте, у меня было еще одно имя, мне очень нравится имя, не скажу я вам, а то вы тоже захотите такое имя, если я не назову этим именем, через пару лет, там, не знаю, можно я помолчу? все, планирую сад в будущем, ну, конечно, планирую, я уже готова ее сохранить эфир, но могу сохранить на часик, на самом деле, я не знаю, как я назвала мальчика, потому что у меня после вот оливки у меня поменялись какие-то имена, раньше я всегда, мне нравилось имя Максим, Тема, вот, но потом мне понравилось имя Доминик, Доминика, раскрою вам карты, ладно, так уж и быть, вот, но сейчас как-то мне Доминик уже не нравится, Доминика, ну, сокращенный миг, как бы, ну, прикольное такое, вот, сохранить эфир, на часик сохраним, елку когда-нибудь, не вижу первое слово, когда даже будешь скучать, такие, мамы, да-да, верю, что буду скучать, но, знаете, ничего страшного, поскучаю, что-то делает ребенок, что-то притих, чистилка для овощей, очень нужная вещь, зайка, давай пойдем сюда, пойдем, линзы, блин, коробочку уже потеряла, вот, смотрите, что вас ожидает, если вы еще не мама и не папа, как раз в полгода, в год, ну, на самом деле, как приходится, у меня нет такого, что вот, ну, начали сечься, или хочет освежить концы, обычно делала, там, не кератиновый, ну, последний раз кератин задела, делала, и девушка мне заодно подпадала, вот, какие мультики любит смотреть Оливка, ну, слушайте, к которым я ее приучила, такие ей нравятся, Тинни Лав, любимый мультик, и я считаю, что это самый вообще нормальный мультик для самых маленьких, потому что он показывает и в картинках, и в видео, да, как бы, если животное, там, слон, да, то он слона и показывает, как он в мультиках выглядит, и по-настоящему, волосы нет, и они, ну, выпрямляю иногда, но чаш, ну, как бы, очень редко, у меня плойка, там, где-то утяжок лежит, вот, размер у нее 18-19, что самое крутое дарили вообще? Кому дарили? Кто дарил? Когда дарил? Мне, что самое крутое дарили? Или Оливье? Какой-то, самый крутой подарок? Сообщение ответило. Если не делать кератин, волосы путаются, ну, у меня волосы достаточно послушные и прямые, делала, чтобы просто, не знаю, ну, как бы, такие они более прямые, ну, зачем снимаешь, Сайка? Зачем? Смотри, какая у тебя оранжевая красивая резиночка, да? Оранжевый, апельсиновый, да, цвет такой красивый, ты мне хочешь? Давай мне. Какую бы машину хотела? Слушайте, ну, если из пока нереального, то Audi Q8. Моя мечта. А из реального, ну, не знаю, хотя бы там, не знаю, что-нибудь, типа Соляриса, потому что я так понимаю, что мне нужно все начинать с нуля. Что-то там после мужа. Я не вижу, что там пишете. У нас тут процедуры по завязыванию губ. приходите к Оливии, она вам сделает прекрасные губы. Бить маму нельзя, ты же знаешь, да? Что делать, если путаются волосы? Слушайте, есть всякие спреи, спреи, да, я помню, мне одно время путались, и на влажные волосы его наносишь, и можно сразу расчесывать, и волосы прям прелестно расчесываются. Какие слова говорит Оливка? Ку-ку, это было первое. Ку-ку, 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 ку-ку. Вот, кстати, может, с Тинни Лав, и я тоже там играю ку-ку, она теперь вот так руками закрывает. Ку-ку, там, ку-ку, да-да-дай, нет, это нельзя. Спреи, они так и называются. Ну, слушайте, спросите, я не знаю, в подружке какой-нибудь, либо в магазине профессиональной косметики. Вот. Ну, вообще, для волос, ну, я сейчас таким уже не пользуюсь, потому что я, я даже иногда бальзамом не пользуюсь. Ну, вот. Блин, ребятки, не вижу, что пишется, если честно. Если честно, если честно. Вот. Мультики, кстати, Оливии вот разрешаю, например, за завтраком и за ужином посмотреть по 15 минут. Либо не за завтраком, а просто. Ну, короче, чтобы, типа, утро удалось, вот, и, ну, вечером, за ужином, вот, ну, часиков, я думаю, в 6 можно еще посмотреть, но не позже. Что кушайте на ужин, слушайте, ну, ну, что приготовила? Ну, иногда, знаете, мы едим и баночки, как бы, если я ленивая, либо мне просто некуда было. У меня такая же повязка, только уши от нее болят. у тебя нет? Слушайте, ну, я не так часто ношу, потому что она не очень удобная, она у меня спадает. Вот. Надо зрение тебе делать, да. Сейчас, подождите, памперсы тут снимаю, оливки. Вот, все, сняли памперсы. Без памперса походили, да? Губы больше сделать? Я буду, потому что, короче, я же их накачала, мне тогда нельзя было накачивать, и мне сейчас надо будет их все-таки подкорректировать, потому что они... А тебе надо памперс, да? Как-то скукожились. Морщинистые губа у меня теперь верхние. Очки у меня сломались, пока не ношу. В отпуск собираетесь, на море нет, пока не собираемся. Хотелось бы, конечно, но нет. Брови не перманент. Свои перманент. Так, у нас, ребятки, осталось две минуты, уже меньше. А вот, поэтому будем с вами прощаться. Отвечаю на последние вопросы, если вы меньше если вы зададите. Мама часто приходит в гости? Нет, но вот сейчас на выходных с Оливкой сидела первый раз в этом году. Я хочу с тобой встречаться. Классно, я занята. Ты все в линзах, а так не видишь. Я сейчас без линз. Ты куда? Прямой эфир просто мы с вами уже долго ведем. А есть люди, кто со мной от начала прямого эфира и вот сейчас все сидит и смотрит, слушает меня? Сейчас пойду готовить, а потом гулять с Оливкой. Еще разочек. Ты счастлива? Я безумно счастлива. Да, спасибо. Почаще выкладывай свои тренировки. Слушайте, ну и буду почаще заниматься. зубы будешь справлять? Да, кстати, вот к стоматологу мне вчера не дозвониться было. Мне надо один зуб очень срочно сделать и другие тоже сделать. Снимешь видеоготовки. Ну, может быть, сниму. Надо, да? Мечта твоя. Мечта цветочек твоя. Это что значит? Мечта цветочек твоя. Мечта, какая у меня лица? Ты какие мечты? Вот у нее привычка брать батарею.